Солонца вчера забрал ножовку. Разбираем рюкзак вчерашний. Будем сейчас сушить правильно чагу. Ищу везде по дому топор. Он у меня на Солонце спрятанная, кажется, был. Вчера ножовку брал, смотрю, и он там лежит. Мой таежный топорик нашелся. Полгода его искал и сделал новый себе. Сделал такой более крутой, более такой гламурный в старинном виде. Это советский топор, а-ля 80-е годы. Ну, сталь хорошая. Звенит прям шикарно. Ну, залакировал его и сделал такую набойку, чтобы вот здесь вот, чтобы не слетало. Здесь клеем, специальный клей есть этот. Смола. И смолы-то из сосновой, как он? Ну, поняли вы меня. Весь топорик в чаге и мокрый. Потому что вчера было очень мокро. Ну, ничего, теперь у меня будет два таежных топорика. Ну, и главное, теперь показываем, как. Вот я приготовил коробочку, чтобы ее, как ее высушить, высушить чагу. А, топор, молоток, кстати, свой тоже ищу. Тоже на Солонце был. Вот как высушить чагу правильно. Вот берешь чагу. Вот она, видите, она дошедшая, черная прям. Бывает более светлая, а она как бы не дошедшая. Ну, хотя, вот ее надо на мелкие кусочки покрошить. Ну, вот такие уже кусочки будут сохнуть. Где-то, ну, тут 5 на 10 где-то кусочек такой. И вот в коробочку, вот в коробочку. Сейчас я вам покажу. Сейчас я... Вообще ее надо правильно ее рубить. Но если это ломается, значит, это хорошая чага. Надо будет сестре выслать. У них там нету. Ну, есть, в принципе, где есть березы, чага везде есть. Просто она не ходит. Да, вот кусочки уже готовые к сушке. То есть я такими и нарубил их. Вот. Готовые кусочки. Если надо побыстрее, можно мельче. Сушится она, это если на продажу или для долгого хранения. Вот, видите, вот доказательство, что это березовая чага. Видите, кора березовая. С ней отходит, бывает. Ну, ничего, я ее не буду даже отрубать. Потому что это у меня чага для себя. Для родственников. А вот этот кусочек, я сейчас, если не разломлю... О, разламывается. Вот, видите, как она выглядит? Здесь середина желтая. Это ничего страшного. Она готовая к употреблению. Можно ее сейчас, я прям сейчас заварю. Вот этот кусочек. Да, я думаю, высохнет и такой. Много тут. О, еще там есть. Это я достаю из рюкзака. О! Когда ее завариваешь, кто не знает, как ее заваривать, ее нужно желательно порубить на мелкие кусочки. Тогда будет больше у вас... Больше будет выхода. То есть, чай будет темнее. Мелочь. Ну, эту мелочь, я ее не буду мелочиться. Я ее высыплю в помойку. Так, а здесь у меня привада. Привада, надо ее выкинуть. Вот, ты положил ее в коробочку. Вот, смотрите, как все это выглядит. Вот так это выглядит. Допустим, ты... Можно на любой лист... Можно на любой лист положить. Можно... О, блин, почему у меня глаза-то в бок смотрят? А, потому что вот здесь камера, что ли? Ну, вот. Можно положить ее хоть куда. И сухое место. Ну, вот, допустим, у меня таким сухим местом находится печка. Вот, жена тут сушит одежду детскую. Ну, вот я вот сюда вот сушить буду ложить. Видите, у меня здесь старая чага. Уже лежит. Вот она уже высосакшая. Видите, как она выглядит. Сейчас поставлю к сягу сушиться. И буду подготавливаться к очередной охоте. Пойду сегодня на зайца. Так, вот она отсюда тепло идет. То есть и сама печка теплая. Ну, тут жара сильно нет, поэтому можно так оставить. Ну, а сегодня... Очередная охота у меня. Вчера на Соболе я ходил, но была сырая погода. Он в такую погоду ложится и в дуплах спит на верхах, на деревьях. Собака его не чует. Поэтому сегодня... Сегодня какой план у меня? Я выхожу сейчас, иду по бору. Прям вот из дома у меня тут бор. Выхожу, иду по бору. Где-то треть этого бора весь мы с ним проходим. Обходим разными тропами, дорожками. И выходим на поля. У нас тут там поля есть. Куликово поле называется. Раньше они засаживались пшеницей. Были покосы. Сейчас ничего такого нет. Ну, посмотрим там какую-нибудь живность. Заяц, у нас лицензия есть на Зайца, Норку, Белку, Соболя и Волка и Лису. То есть у нас сегодня Соболя здесь точно в бору не будет. Хотя всяко бывает. Ну, может быть Белка, может быть Заяц, Лиса. Ну, у Волка тоже. Я не думаю, что у Волка может тут быть. Ну, всяко бывает. Медведь даже я ходил, видел следы медведя. Бывает. Так что смотрите следующую серию Охота. Если ничего интересного не будет... Ну, нет, все равно выложу саму природу. Подписывайтесь. Дальше будет только интересней. До встречи в следующем эфире.